друзья всем привет рада всех привет на своем канале здесь я показываю как я разложу рыбку карпов кои как у меня есть система фильтрации и как у меня вся штука работает без подмены воды вот сегодня наконец-таки пришло мне с алиэкспресс трубка вентури на 50 трубу вот почему взял такую пошли здесь есть кран вентиль для которым можно регулировать закрытие здесь чтобы вот видно на стрелочка сильнее закрываем здесь сильнее больше здесь воды проходит и соответственно больше втягивает в себя эта трубка весь мало то не знаю втягивает ли нет это мы узнаем в ходе эксплуатации в комплекте вот так по резьбе здесь накручивается здесь у него есть краник тоже там щели вот такая вот шняга у нее есть с маленькой сеткой ну чтобы что-то не попадала вот вот такая вот бандура вот даже написано если закрыть лоу значит меньше будет буду буду думать куда ее поставить либо вот сюда куда-нибудь можно вообще здесь на выходе и поставить но лучше конечно и туда поставлю в самый низ вот отрегулирую и вот этот шланг я подключу к озонатору чтобы у озонатора он вытягивал когда работает по таймеру и чтобы избавить ну как бы не работал у меня компрессор и для чего еще для того чтобы большая концентрация озона максимально растворялась в трубке вентурии и проходила вот этой всей системе и сливалась сюда где уже биозагрузка тут булькает на трубку вентурии я ссылку в описании оставлю кому надо проходите смотрите если нужно покупайте и вот наконец-таки мешок вот он будет стоять у меня здесь этот 300 мерчей или 48 микрон наконец-то все правильно 48 микрон и почему правильно потому что вот руку засовываешь ее слабо видно ячейка совсем мелкая даже бесполезно что-то там высматривать вот так что я это я сейчас сюда поставлю и будет крутая фильтрация прямо бомба а может я сделаю даже вот у меня 150 микрон большой мешок я его одену а потом сверху вот этот или же даже по-другому вот насколько я помню это 200 микрон мешочек он как раз маленький я сделала так то есть вот сюда будет попадать сначала 200 микрон фильтроваться через трубу а потом уже она с этого будет более мелкие частички уходить и большой ну в большом мешке она будет еще лучше фильтроваться там не будет такого ударного ударов не будет воды потому что на порта большой в принципе я здесь также сделал здесь у меня два мешка но не видно на второго точно такой же механизм только вот здесь то есть сначала 200 микрон а потом идет вот этот большой мешок 150 микрон а сейчас будет 200 и 48 вообще огонь будет попробую отпишусь после нескольких дней использования у меня вода и так все я добился этого нашел нужный путь как очищать воду без подменки рыбка плавает кушает активно хотя уже холодно на улице но все же прекрасно тушит вон ее видно по дну плавает малек у меня много рыбы здесь это видно только цветных это карпы по и кометы ну и вот этот альбинос толстолобик вон большой возле красного большой это карась подплыл я думаю что на этой неделе всех выловлю караськов и амура всех выловлю и зажарим закоптим потому что они мне ну здесь совсем не нужны как бы ни к чему линя я оставлю одного большого на всякий случай вдруг реальный дезинфектор ну не то что дезинфектор лекарь пруда и оставлю ну возможно толстолобиков они еды не просят просто за компанию чтоб плавали а как будет совсем у меня много рыбы вот так возможно и их тоже уберу будут у меня только карпы кои вот они красавцы плавают вот они красавцы плавают да свет чуть-чуть отсвечивает может попробовать без прожектора а то он маленький да удаленький да в принципе так видно вон насос на дне даже здесь вот булькает все равно хорошо все видно вон большой рот чавкает карась даже с выключенным светом вон на дне видно малёк плавает настолько чистая прозрачная вода жду с нетерпением всех хейтеров в комментариях вот которые любят всякую ересь пописать мне очень забавляет это смотреть читать отвечать так что увидимся в комментариях так а пока такое вот состояние водички идеально чистая мне много раз говорили то что у меня не получится то что я все делаю не так все это делаю неправильно ну это либо люди которые вообще вообще понятия не имеют да о прудоводстве там разведения рыбы либо злопыхатели какие-то ну ничего страшного мне как бы это не грустно не печально просто такие люди есть и я показываю результат я не таю то что вот у меня были какие-то ошибки в разведении ну не в разведении а в фильтрации воды вот были ошибки а что делать без них никуда зато я вывел схему при которой не надо делать никакую там ежедневную еженедельную подмену воды что-то выливать заливать я не вижу в этом смысла и я хочу показать на этом канале то что это реально сделать чтоб минимум участия было в этой системе человека очень много еще интересных у меня идей которые я буду воплощать здесь так что кто смотрит это видео впервые обязательно подписывайтесь и не пропустите интересных видео вот а я сейчас пока что буду карасик большой какие большие карасики сантиметров сантиметров наверное под 40 карасики здоровые эти-то светлые уже наверное под 30 а эти лоси там плавают вот ну сейчас буду ставить эту мою чистную систему и я думаю и я думаю что в скором времени я сделаю из этого ведерка кое-что интересное и все вы зацените и всем понравится ну не всем хейтеры же любят позлопыхать им не понравится так что вот такие вот дела буду смотреть в этом году как у меня будет в этом году не буду отапливать теплицу будет ну вот так естественным способом работать естественным способом будет все работать хочу посмотреть замерзнет ли сверху вода прихватиться или нет вот потому что в теплице тепло солнышко допустим сегодня вышло опять опять нагрелась она хорошо и я думаю что зимой если солнышко будет почаще выходить так здесь и нормальная температура будет но на следующий год я обязательно буду сюда ставить отопление это 300 процентов вот буду продуманно его делать отопление будет от печки длительного горения чтобы хватало на ночь этой закладки ну или хотя бы не на ночь а часов на пять на шесть чтобы она здесь поддерживала температуру буду греть скорее всего воду то есть через насосик небольшой слабенький будет гнать через печку воду и обратно прудик сливать вот вот такие вот красавчики плавают у меня в следующем году по весне закуплю малька очень много наверно больше 500 штук и буду его выращивать селекционировать отбор делать как подрастут на продажу вот вот такие вот дела а вот этих цветных больших карпов кои и комет я тоже на днях выставлю на авито на продажу тоже продам отложу денежки на малька вот такие вот дела подписывайтесь на канал ставьте лайки увидимся в новых видео всем пока всем пока и